Здравствуйте! Сегодня в нашем цикле я с большим удовольствием расскажу о балете Капелли в исполнении английского королевского балета. История этого спектакля началась в 1869 году в Париже. Артур Сен-Леон, который был сам очень замечательным скрипачом и артистом, танцовщиком, который на протяжении многих лет, выступая в спектаклях, и танцевал, и играл на скрипке, стал балетмейстером. Балетмейстером очень успешным, который ставил во многих театрах тогдашней Европы. В частности, он приехал в Россию и 11 сезонов проработал в императорском балете, поставил очень много спектаклей. Его спектакли пользовались очень большим спросом, и многие отрывки по сей день идут на разных сценах мира. Он привлек двух замечательных людей к написанию балетных партитур. Это Людвиг Минкус и Лео де Лип. В частности, партитуру капелей написал Лео де Лип. Это последняя, так получилась, работа Артура Сен-Леона вообще. После того, как он вернулся из России обратно во Францию и поставил этот спектакль в Парижской опере через две недели после премьеры, его не стало. Спектакль, который поставил сам Артур Сен-Леон, говорить что-либо точно о его хореографии очень сложно, потому что сам балет капелли поставил на очень незатейливый сюжет по повести Гоффмана «Песочный человек». Ну, Гоффман такой мистический автор, а вот авторы балета капели, они всю мистику из сюжета убрали, сделали абсолютно такую бульварную пьеску капризной девушки, которая ревнует своего возлюбленного. Возлюбленный тоже хочет ей отомстить, заигрывает с девушкой в окне, она оказывается куклой. Ну, вот весь сюжет этого спектакля. Но он растянут на три акта с разными балетными смешными сценками. И, конечно, за более чем сто лет этот спектакль уже переделало такое количество людей, что найти что-либо, кто и что поставил в нем, очень сложно. В России этот спектакль появился гораздо позже. Сначала в Москве в Большом театре, потом уже как бы по хореографии Сен-Леона переносил один из балетмейстеров, потом чуть позже в Петербурге Мариус Петипа поставил свою версию. Ну, вот весь английский балет, конечно, он держится на русской хореографии, потому что, как известно, английский балет — это совсем молодой балет. Ему от силы всего лишь 80-85 лет. И существует он благодаря тому, что в России случилась революция, и очень много русских артистов, русских педагогов, которые вынуждены были искать себе пристанище, и вот создали все, что сегодня называется английским балетом. Конечно, хореографию им уже приходилось восстанавливать по воспоминаниям, адаптировать на те силы, которые были, потому что балет — такое искусство, когда артисты очень быстро сходят со сцены благодаря возрасту и благодаря травмам. А на месте, конечно, вот тех, кого они обучали, кого они брали, конечно, они адаптировали под возможности тех людей, которые тогда танцевали. Версию, которую вы сегодня будете смотреть, ее приписывают Нинет де Валуа. Женщина очень властная, очень амбициозная, простая англичанка, которая взяла себе псевдоним французского королевского рода. Сначала создала труппу Сэдларс Уэллс, которая впоследствии, в 60-х годах, обрела статус английско-королевского балета. И репертуар, который в основном там шел, поначалу, конечно, это были осколки балета Дягилева, осколки балетов Анны Павловой, того репертуара, который тогда был. И тех балетмейстеров, которые вышли из этих трупп и от русских педагогов, которые там остались. Спектакль, который вы будете смотреть, там есть хореографии кусочки Мариуса Петипа, там есть хореография и наверняка Артура Сен-Леона. Там есть придумки, конечно, самой Нинет де Валуа. Но чем интересен этот спектакль? На Западе никогда не существовала традиция исполнения характерных танцев. Дело в том, что, так как Сен-Леон проработал очень много в России, а в России очень любили в каждом спектакле, чтобы были в Императорском театре национальные танцы, потому что, во-первых, труппа была очень большая, во-вторых, было очень много исполнителей таких, которых любил двор, которые специализировались на характерных танцах, то он, создавая сюжет, объясняя Лео де Либу, что ему нужно, он придумал, что место действия, где происходит сюжет, это городок на границе между Польшей и Венгрией. Потому что там в спектакле есть и польские танцы, и венгерские танцы, и, естественно, в хореографии были использованы те или иные мотивы. Надо еще отметить, что в первом акте есть знаменитая баллада о колосе, это такой большой подаксион, очень красивый, с красивыми музыкальными темами. И Лео де Либ не скрывал, что он взял музыкальные произведения Манюшка, оркестровал их, добавил что-то и создал вот такой дивертисмент. Очень много лет мало кто знал, что это вот так оркестровано, потом вот нашлись записи де Либа, где он, и, естественно, нашли после этого партитуры Манюшка этих произведений. Так как на Западе не существовало школы характерных танцев, то и вот здесь, вот в частности, когда, видимо, Нина де Валуа ставила эти танцы, она полностью не понимала, какие движения должны быть использованы в Мазурке, какие должны быть использованы в венгерском Чардаше, потому, когда смотришь эту хореографию, она очень экологичная, и, конечно, от той традиции, которая существовала в русском операторском театре, она очень сильно отличается. Мало того, современные танцовщики ничего не понимают, как это делать, что правильно, потому что их этому не учат, они это все делают так а-ля классический танец, руку к голове они прикладывают, как умеют, потому что здесь есть целый стиль, целая школа, и, конечно, вот большой классический балет 19 века, он, конечно, ценен тем, что в нем должны быть обязательно и классические дивертисменты, и характерные танцы, и пантомима, но вот здесь, к сожалению, одна из частей будет полностью, так, если мягко говорить, отсутствовать. Ну, чем отличается английский балет? Это, конечно, очень скрупулезным исполнением пантомимы. Это, конечно, пережиток русского императорского театра, и если в России за вторую половину 20 века это практически из спектаклей изымается, уничтожается, то в Англии вот они очень любят это сохранять, и, на удивление, очень хорошо сохраняют и текст хореографический, вот этот мимический, и исполняют с большим юмором. Тут надо, конечно, отдать должное английским артистам и английским репетиторам. Это всегда, вот, например, у меня вызывает большое уважение. Вот такой спектакль вы сегодня будете смотреть. По большому счету, балет капелли в постановке Нины де Валуа – это большое лоскутное одеяло, но оно тоже представляет собой очень большой интерес. Запись эта сделана в 2019 году с современными артистами, с нынешними звездами, Марианеллой Нунис и Вадимом Мунтагировым, россиянином, который в свое время уехал в Англию, учился в английском королевском балете и вошел в состав королевского балета. Думаю, что спектакли с этой парой мы будем еще не раз вам показывать. И сегодня я вас приглашаю в Ковенгарден, в английский королевский балет, на балет капелли.